Итак, мы продолжаем ряд видеоуроков намаз от А до Я. И сегодняшняя тема, вторая тема, это тахарат. Тахарат. Его еще называют вуду на арабском. Там турки говорят абдест. Мы по-русски говорим малое омовение. Малое омовение. Давайте посмотрим, что такое тахарат. Прочитаю вам и расскажу, как что мыть. Но перед этим, если вы смотрите это видео, и вы еще не подписались на данный канал, то сделайте это, подпишитесь, поставьте колокольчик, поставьте лайк, иншаллах, чтобы это видео все было в продвижении, находилось у Ютуба, и вы взяли сауап за это, иншаллах. Мы начинаем. Тахарат, омовение, ритуальное омовение, это приведение тела в состояние ритуальной чистоты посредством омовения. Тахарат – это приведение тела в состояние ритуальной чистоты посредством омовения и массах проведения мокрой рукой по определенным частям тела по соответствующим правилам, которые мы сейчас будем проходить. Многие обряды поклонения Аллаху нельзя выполнять без ритуального омовения. Многие обряды ислама нельзя совершать без омовения, без тахарат. Например, не допускается совершать намаз без тахарата. Тауав, то есть вокруг кабы, обход, во время хаджа и умры. Касаться руками священного Корана. Тоже, вот где арабский текст есть оригинальный, тоже нельзя его трогать без тахарата. Куран, если кто не знал. Кто совершает намаз, будучи ритуально нечист, то есть кто совершает намаз без тахарата, и зная об этом, тот становится неверным. Здесь написано в книге. Кяфиром становится. Если вы часто будете так делать, зная, что у вас нет тахарата, и вы встаете на намаз, то Аллах согласен, можете потерять свою веру. Никогда так не делайте. Итак, фардой тахарата. Мыть лицо. Мыть лицо, это фарды тахарата. Фард, это то есть, что обязательно в тахарате? Вот если эти части тела вы помоете, у вас взялся тахарат. Это фард. Если хоть одно что-то не помоете, тахарат не взялся. Вот это называется фарды. Обязательные вещи в тахарате. Что? Это омыть лицо. Первое. Помыть руки, включительно локти. Третье. Это сделать массах головы. То есть, провести мокрой рукой по 1 четвертой части головы. Делим. Раз, два, три и затылок четыре. По любой из этих четырех сторон, 1 четвертая часть головы, это фарс. Провести мокрой рукой. И четвертое, это помыть ноги, включая щиколотки. То есть, косточки, которые... Вот нога, вот здесь же косточки сбоку бывают. До этих мест все должно быть мокрое у двоих ног. Это фарды тахарата. Теперь давайте посмотрим суннаты тахарата. Суннаты. Значит, первое, это намерение. То есть, ты должен от всего сердца у тебя, хоть ты вслух скажешь, хоть мысленно, то есть, ты должен знать, что ты совершаешь тахарат. Это сунна является. Это не обязательно, но это сунна. Наш пророк, санасар, так делал. Произнеси. Третье. Мыть кисти рук. Кисти рук. Вот так вот помыть. Четвертое. Использовать мисуак. Мисуак – палочки из веток дерева арак. Значит, есть такие палочки. Вы, наверное, видели. Некоторые мусульмане вот так чистят какими-то палочками зубы себе. Это мисуак называется. В мусульманских магазинах они продаются. То есть, это тоже является сунной. Во время тахарата быстренько вот так пройтись по зубам с ними. Видите, какой пророк, санасар, наш был чистоплотный. Это вот все сунны наш пророк делал. Зубы постоянно за зубами следил. Пятое. Мыть каждую часть тела, органы, до того, как высохнет другая. Помыл одну часть тела. Например, руки помыл до локтей. Сидишь, ждешь, разговариваешь с кем-то. Она же сохнет. Потом другую решил помыть. Или лицо помыло, остановился, разговариваешь, разговариваешь, потом дальше продолжаешь. Нет, так не является. То есть, надо, пока не высохла другая, мыть следующую часть органа тела. Это является сунной. Шестое. Тройкратно полоскать полости рта и носа. То есть, по три раза мыть рот, по три раза споласкивать нос. Протирать мокрыми пальцами уши. Тоже вот так вот, когда во время тахарата. Я оставлю вот здесь вот ссылочку сверху. Перейдете по ней, и там я наглядно показываю, как брать тахарат. Перейдете, посмотрите тоже. Не забудьте поставить лайк, прокомментировать. Спасибо за видео и так далее. В общем, вот, протираем уши мокрыми пальцами. Это тоже является сунной. Протирать при мытии рук между пальцев. То есть, вот так делать во время тахарата, когда мыть руки между пальцами, мыть руки. Это тоже считается сунной. Да, мыть каждую часть. То есть, вот, девятое. Мыть каждую часть тела три раза. То есть, лицо три раза, рот, нос три раза, руки до локтей три раза, ноги три раза. То есть, уши и затылок не надо по три раза. Там есть некоторые вещи. Ну, тут написано, вот, мыть каждую часть тела три раза. Часть тела, орган, да. Протирать всю голову, это тоже является сунной. Не одну четвертую часть, как в фарзе, а пророкс-насарян наш, когда мыл тахарат, он вот так брал и по всей голове проводил мокрой рукой. Один раз провести по всей части тела головы. По всей части головы, да. Протирать всю голову. Одиннадцатая. Мыть руки и ноги, начиная с кончиков пальцев. То есть, когда по сунне пророкс-насарян совершал так тахарат. Когда он начинал мыть руки до локтей, он начинал это с кончиков пальцев. Вот так вот начинал, да. Потом два, вот, второй раз, вот так вот. И третий раз. Также и левую руку, вот так вот мыл, да, три раза. С кончиков пальцев. Также, когда ноги моете, тоже начинайте с пальцев мыть и до щиколотки доводится. Первый раз, второй раз и третий раз. Также сунной является соблюдать последовательность при омовении. То есть, сначала мы моем руки, потом рот, потом нос, потом лицо, потом руки до локтей, справа сначала, потом лево, потом по всей части головы, да, потом мокрыми руками провести по волосам, потом уши, потом затылок, не шею, вот так вот, а затылок, потом правую ногу, потом левую ногу. Вот последовательность омовения такова. Вот. Кроме молитв, которые следует произносить при ритуальном омовении, мы, при мытье каждой части тела, желательно говорить бисмилляхи рахмана рахим и формулу исповедания веры, калима и шахада. Например, вы моете, например, вы начинаете мыть руки. То есть во время Тахарата старайтесь все время Тахарата только это и говорить. Это тоже является судно и желательным так говорить. Давайте теперь посмотрим нежелательные действия во время Тахарата, то есть мокрух Тахарата, Нежелательные действия, которые уменьшают вознаграждение. Первое – это сморкаться правой рукой. Мы высмаркиваем сопли левой рукой. По сути у нас так, да? Правой мы заводим воду, левой высмаркиваем. Тут говорится, что сморкаться правой рукой – это считается мокрух. Нежелательные действия. Мыть каждую подлежащую омовение часть тела более или менее трёх раз. Один раз моешь руку или четыре раза больше, лицо. Мы же всё по три раза должны быть. Если мы помоем меньше или больше, это тоже считается мокрухом, нежелательным действием, которое уменьшает вознаграждение. Третье – брызгать воду на лицо. Когда вы моете лицо, то есть вот так вот, или там вот так прям сильно делать, брызги, разбрызгивать. Так считается нежелательным, не надо так делать. Совершать омовение водой, нагревшейся на солнце. Проходим дальше. Расходовать меньшее или большее, чем необходимо количество воды. Да, когда вы крам включаете сильно, вода течёт, а вы так ещё не спеша тахарат берёте. Это считается мокрухом, нельзя делать так. Угу. Или слишком мало, когда ты берёшь эту всю капельку, размазываешь. То есть включи нормально среднюю воду и без излишка моешь, берёшь и моешь, делаешь себе тахарат. Шестое – разговаривать во время омовения. Это считается мокрухом. Понятно? Когда тахарат берёте, берите молча, возьмите, потом разговариваете. Это, конечно, не нарушает тахарат, но это считается мокрухом, нежелательным действием, которое уменьшает савап вознаграждение. Седьмое – не соблюдать сунны тахарата, не соблюдать сунны. То есть то, что мы проходили до этого суннат, если мы их не соблюдаем, то у нас савап уменьшается. Теперь давайте посмотрим обстоятельства, нарушающие тахарат, мало омовения. Что портит тахарат? Что портит тахарат? Очень важно. Выделение у человека мочи, экскрементов, крови, семени и тому подобное. То есть всё, что выйдет спереди и сзади у человека, это портит тахарат. Второе – кровотечение и выделение гноя и сукровицы. Если вы выдавили прыщики, у вас там потёк гной или кровь, сукровица тоже портит тахарат. Третье – рвота полным ртом. Если бывает, когда человек вырывает половину рта, тахарат портится, когда у тебя рвота, полный рот, объём полного рта. И вот так вырвалось, тахарат тоже портится, надо заново брать. Четвёртое – невменяемость. Когда человек с ума сошёл, стал невменяемым, это портит тахарат. Поэтому, когда там прям сильно кто-то ржёт, смеётся. Некоторые говорят, тебе надо тахарат заново взять, шайтан тебя одурил, ты стал невменяемым. Пятое – состояние опьянения. Почему, знаете, невменяемость портит тахарат? Потому что ты там не знаешь. Когда человек невменяемый, то есть он теряет сознание и становится как-то, как сказать, не тем, кем он есть, не своим. Потому что он, когда придёт вменяемость, он не вспомнит, может, он пукал. А газы портит тахарат. Поэтому невменяемость портит тахарат. Состояние опьянения портит тахарат. Обморок – то же самое, вот обморок упал, ты же не знаешь, газы вышли или нет. Поэтому после обморка надо взять тахарат, он считается испорченным. Седьмое – испускание газов. Ну, то, что я говорил. Газы портит тахарат. Газы испустились, дальше берём заново тахарат. Сон, лёжа на боку или сидя на одном бедре, откинув ноги в сторону, вот так, да. Уснул вот так, ноги в сторону. А также, сидя по-турецки, то есть ноги вот так складывают же, когда седалище не прижато плотно к месту сиденья. Если ваше седалище, труба, откуда могут выйти газы, плотно к сиденью не прижато, и вы так уснули, тоже портит тахарат. Если человек засыпает, сидя с плотно прижатым к месту седалища, то его ритуальное омовение не нарушается. Если вы там сели вот так, да, и сверху ног вот так сели хорошо, то есть там труба хорошо закрыта, и вот так просто уснули. Потом просто уснулись. Тахарат вас не испортит, потому что сидальща плотно закрыты. Газы не могут выйти в таком состоянии. Девятый. Громкий смех во время намаза тоже портит тахарат, когда это слышат окружающие. Вот вы стали читать намаз Аллаху Акбар, да, там с джамаатом читаете намаз и засмеялись. Вот так же услышат рядом с тобой стоящий человек, значит, вот такой звук смеха, а он нарушает тахарат. И намаз портит, и тахарат портится. Понятно? Когда это слышат окружающие, вот написано, да. То есть тут имеется в виду объем, такой звук, когда слышат окружающие. Десятое. Кровотечение из десен, когда количество этой крови превышает или равняется количеству выплевываемой слюны. Когда количество этой крови превышает или равняется. Вот какой у вас обычный плевок, если плевок сделаете, да, слюна там вот такого размера, например. А если вот такого размера у вас все это в крови или больше, то считается портится тахарат. Если чуть-чуть, то нет. Давай банан кушаете, и на банане остается бывает у некоторых слабый десна, да, или от яблока, когда тахарат не портит такой, потому что там не так много. Смотрите. Бритье, стрижка волос и ногтей не нарушает ритуальной чистоты, ровно как выделение крови в количестве меньшем, чем количество выплевываемой слюны. Это все равно, что вот вы банан поели, там чуть-чуть от десен пошло. Не портит тахарат? Не портит. Стрижка волос, ногтей тоже не портит тахарат. Спокойно можете стричься, и это все будет нормально. Ну на этом все. Спасибо. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Обязательно оставьте комментарий положительный, я к нему поставлю лайк. Также, если когда вы подписываетесь, там есть такая вещь, как колокольчик нарисован. Поставьте колокольчик, обозначьте, чтобы все записи, которые выходили, вам приходили уведомления. Это нужно для того, чтобы вы видели новое видео, которое вышло на канале. Всем спасибо, джазакуллахайран за внимание. Ассаляму алейкум.